Добрый день! При разработке проектов, где требуется отображать, в том числе и на трендах универсальных и архивных, большое количество однотипных наборов параметров, например, показания счетчиков электрической или тепловой энергии, настроек, регуляторов, ну и прочего, всегда возникает сложность с разработкой графики. Известный подход с переприветствой аргументов экрана на уровне объектов, к сожалению, не дает возможности корректного получения данных, выводимых на тренды, особенно архивных данных. Экстенсивный метод разработки графики нам не интересен, и мы его не обсуждаем. Что же тогда? Интрига разрешается обращением к каналу класса Call с типом вызова Channel Group Liquest. Итак, вводная. На графическом экране ПК со SCADA Trace Mode выполняется управление технологическим процессом посредством нескольких контуров PID-регулирования. Покажем, как используя один графический экран, изначально настроенный на задание отображения первого контура, можно не только наблюдать и изменять параметры всех остальных, но и работать с трендами текущих и архивных значений. Загружаем интегрированную среду разработки профессиональной линии. В качестве исходного возьмем проект Manny Loops First. Он содержит один узел монитора реального времени, и в нем, в группах канала, находятся три контура PID-регулирования. Соответственно, первый, второй, третий. В составе группы каналов, сама программа, сигнал обратной связи с объекта, задание регулятору и управляющее воздействие, которое рассчитывается данной программой. Ну, как вы видите, мы ограничились тремя конторами. Могло бы быть и 33. Но временной регламент, к сожалению, не позволяет нам поупражняться со всеми этими контурами. В группе экрана есть экран, на котором графически представлены все наши три контура. Выполним доработку проекта с целью создания унифицированного экрана для формирования величины задания регулятора и просмотра на тренде, как текущего развития событий, так и предыстории по каждому из трех наших контуров. Приступаем к разработке. Создаем группу каналов с именем CGRS и в ней создаем 4 канала класса Call с типом вызова ChannelGroupRequest. Выполним переименование наших каналов Call следующим образом. Первый канал назовем ChannelGroupGroupMain. CallLoop1, 2 и 3. Работать начнем с каналом CallLoop1. Открываем его на редактирование. Переходим в закладку его аргументов. И создаем 5 аргументов. 4 будут с типом in, а 1 будет с типом inout. Данный аргумент сделаем с типом данных string. Привязку аргументов будем выполнять каналом, который находится в группе Loop1. Итак, аргументы Feedback, Control и Setpoint будут использованы для вывода на тренд работы регулятора. Аргумент SetpointIn для изменения величины задания регулятора. Аргумент Pedloop1BName для идентификации на экране текущего контура регулирования. Обратите внимание, по сути мы здесь обозначили состав и порядок аргументов экрана, который в дальнейшем будет создан для реализации поставленной изначальной задачи. Добавим, что именно эти самые аргументы и будут в дальнейшем перепривязываться непосредственно с помощью, назовем его так, сборного канала ChannelGroupGroupMain. Аналогичным образом работаем с аргументами каналов CallLoop2 и CallLoop3. Ну, понятно, что экран-то для работы со всеми тремя контурами будет один и тот же, поэтому количество аргументов и их привязки, естественно, идентичны. Доходит очередь до нашего сборного канала ChannelGroupGroupGroupMain. Открываем на редактирование, переходим в его аргументы. А аргументы создаем путем перетаскивания уже нами созданных и настроенных каналов CallLoop1, Loop2 и Loop3. Ну, собственно говоря, конструкция готова и осталось лишь ее грамотно применить. Для этого в группе экранов нами создан уже экран второй и сразу выполним к нему привязку атрибута 124-го нашего канала ChannelGroupGroupGroupGroupMain. Открываем свойства и вместо реального значения укажем тот самый 124-й атрибут, число аргументов. Готово. Открываем на редактирование созданный экран и в его общих настройках сдаем размеры 640 на 480. Аргументами экрана будут знакомые нам уже аргументы Feedback, Setpoint и так далее. Вид нашего экрана будет следующий. В верхней части графический элемент текст настроены на отображение имени контура регулирования. На тренде, а тренд у нас универсальный, выведено три кривые Feedback, Setpoint и Control. По трендам с помощью кнопочки Setpoint мы будем формировать с помощью типа передачи Вести и Передать новое значение величины задания. С помощью графического элемента текст, который стоит справа от кнопочки, мы это введенное значение будем отображать. Ну и наконец в правом нижнем углу находится у нас графический элемент дата и время, настроенный на отображение текущего момента времени. Ну вот, со вторым экраном все, настал черед экрана первого. Открываем его на редактирование. И в нижнюю часть экрана вставим графический элемент, который называется ссылка на экран. Итак, вот мы его расположили. Зададим ему вот такие вот размеры 645 на 512 и отцентрируем данный графический элемент горизонтально с помощью сервиса. Настроим его на отображение нашего экрана второго. То есть, в свойствах экрана добавляем один экран и указываем экран номер 2. Теперь, в аргументах нашего первого экрана необходимо создать служебный аргумент с именем channelGroupIn, то есть привязанный к входному значению нашего сборного канала call. Вот таким вот образом. С помощью данного аргумента мы будем выводить на экран номер 2 данные по выбранному контуру регулирования, просматривать предысторию процесса и даже изменять величину задания. А для того, чтобы механизм наш сработал, необходимо для отображения первого контура регулирования в данный аргумент направить нолик. То есть, вызвать содержимое канала channelGroupRequest, привязанного к первому, а формально нулевому, аргументу канала channelGroupGroupMain. Для второго – единицу, для третьего – двойку. Используем для этого графические элементы, объемные клапаны нашей мнемосхемы. Откроем на редактирование. Первый контур. Зайдем во вкладочку «События» и выполним прямую посылку, значение 0 в этот самый наш служебный аргумент «ChannelGroupGroupMain.in». Здесь будет единичка в данный аргумент. Ну и, наконец, для третьего нашего клапана будет двоечка в тот же самый аргумент. Сохраним на диск наш проект с несколько отличающимся именем Выполним процедуру сохранения для МРВ. И теперь для того, чтобы запустить проект на исполнение, необходимо в деле проекта выбрать наш узел RTM1, подгрузить профайлер и выполнить его запуск. Так, вот мы запустились в полноэкранном режиме. Начальное значение задания 25, 45 и 65. Ну, по сути дела, наши контура уже вышли на установившиеся значения. Обратите внимание, по умолчанию на нашем экране номер 2 мы видим работу первого контура регулирования. Итак, можем изменить величину задания. Предположим, задать 75. Вот оно отработало. Видим, как это происходит. И, естественно, та же самая информация видна и на мнимо-схеме. Если мы хотим поработать с вторым контуром, мы просто-напросто щелкаем по графическому элементу клапан. И здесь уже на нашем экране мы видим наш второй контур регулирования. Вот его установившееся значение 45. Изменим величину задания, например, на 15. И посмотрим, отрабатывает это здесь. Мы это видим прекрасно на тренде. И, естественно, здесь. Так, вышли. Теперь третий контур. Видим установившееся значение. Оно у нас равняется 65. Ну, сделаем из него, скажем, 95. Вот отрабатывает наш регулятор. Вот все мы это можем прекрасно с вами наблюдать. Теперь хотим посмотреть предысторию развития событий по контуру нашему перому. Все то же самое. нажимаем кнопочку. Смотрим на наш экран номер 2. Видим наши 75. Хотим посмотреть предысторию. Ну, поскольку мы используем на экране номер 2 универсальный тренд, мы можем всегда переключиться в архив. вот, пожалуйста, в архивном режиме мы с вами нашли данные, которые характеризуют начало процесса, выход на уровень 25 и на уровень 75. Замечательно! Таким образом, поработав среди разработки всего лишь над одним экраном, мы, благодаря новым возможностям Trace Mode, можем просматривать данные по-любому из имеющейся в системе контуров регулирования. Сколько бы их там не было. Из расходов для этого один-единственный канал на экран и по каналу на каждый из контуров. Ну, согласитесь, не так и много. Ну вот, на этом мы завершаем наш ролик. Вам спасибо за внимание.